Лучшие муниципальные практики. Главы окружных поселений познакомились с жизнью Телевисочного сельсовета. Поездка состоялась в рамках семинара глав муниципальных образований. Телевиска признана активно развивающимся поселком. Наряду с государственными бюджетными учреждениями активно работают и частные. Развивается сельскохозяйственный сектор, причем подсобные хозяйства ведут жители, оформившиеся как крестьянско-фермерские хозяйства. К сдаче в следующем году готовится новая школа. Там завершается строительство еще одного многоквартирного жилого дома. Александр Чурсанов, глава Телевисочного сельсовета, показывает глава муниципалитетов новый 24-квартирный дом. Он был сдан летом 2015 года. В доме три однокомнатные и 21 двухкомнатная квартира. Часть квартир для очередников, по-собственно, есть две квартиры служебные. В основном живет молодежь в этом доме. Есть кое-какие конструктивные недостатки. На сегодняшний день были выявлены протечки крыши в некоторых местах. Сейчас разбирается, жильстянщик должен приехать. Смотрим, марс строя. Дом очень теплый на сегодняшний день. Зимой был теплый. Все порточки, когда жарко. Да, и трубы перекрывают люди. Еще один конструктивный недостаток – это слышимость в этом доме. Несмотря на ряд недочетов в доме, новоселы постройкой довольны. Хорошая планировка, просторные комнаты и шикарный вид из окна. На такие квартиры согласились даже многодетные семьи. Несмотря на то, что по закону им положены как минимум трехкомнатные квартиры. С нетерпением ждут жители села и окончание строительства 12-квартирного дома. Сейчас в очереди на получение жилья стоят 26 семей. Жилых площадей в селе недостаточно, а между тем в поселке есть строения, дорогостоящие площади, в которых попросту пустуют. Здание амбулатории, построенное в 2012 году, отвечает всем нормам и требованиям, но вот только используется всего лишь наполовину. В здании большое количество подсобных помещений и санузлов. Из 10 туалетов медицинским персоналом и пациентами используется только 3, а ежемесячный платеж за коммунальные услуги составляет примерно 180 тысяч. Радует то, что кроме процедурного и перевязочного кабинета, лаборатории, кабинета фельдшера, аптечного пункта, уже несколько месяцев работает стоматологический кабинет. Есть стоматологический кабинет. Пока в этом году уже два месяца с лишним отработала доктор Алена Александровна. Люди очень рады, что никуда не надо выезжать, все на месте бесплатно. Бесплатные услуги социального характера, касаемые выплат, оформления земельных участков, регистрации крестьянско-фермерских хозяйств и другие, телевещане с 2014 года получают в многофункциональном центре. Только в марте этого года центром было оказано более 110 услуг. Хоть и город близко, но теперь очень удобно. Людям не надо ходить в город. Мы можем заказывать здесь справочки на получение услуг. Очень удобно. А какие самые востребованные услуги? Самые востребованные по соцзащите – это получение детских пособий, субсидии населения, каждый месяц практически. Также регистрация по месту жительства, в месту прописки. Сейчас было изменение адреса регистрации по Телевске и по Макарова. Это практически все село надо было, и Телевске, и Макарова провести перерегистрацию. В месяц это выходило 60 услуг. Успешно развивается старинное село и благодаря окружным грантам, которые выделяет округ. Только в прошлом году телевисочный сельсовет смог выиграть 10 миллионов рублей на благоустройство своей территории. Были проведены работы по строительству грусчатки, так скажем. Вместо старых мостовых закуплены дюралайт-панно. Это на линии электропередач для иллюминации, для праздничной. Закуплены были, так скажем, контейнеры для сбора ламп, люминесцентных батареек. Кроме этого, детская спортивная площадка универсальная. Кроме спортивной площадки, уже в следующем году всех детей села Телевска ожидает еще один подарок – большая школа. «Основной объект, который мы ждем, это, конечно же, новая школа, которая в августе 2017 года должна быть сдана в эксплуатацию. Школа на 100 мест, школа хорошая, кирпичная, красивая. Дети у нас, ну, некоторые говорят, что небольшая ли школа, я думаю, что нет. Школа совсем небольшая, то есть сейчас у нас 82 ребенка в школе, 38 детей в детском саду и 27 в очереди стоит. Кроме этого, все-таки, если к нам сюда построят дорогу, мы сегодня видим, что очень много молодых семей строят индивидуальные жилые дома». Стоимость двухэтажного здания общей площадью более 3600 квадратных метров составила более 270 миллионов рублей.